Чудакова Мариета Амаровна Член Европейской Академии Профессор Литературного Института имени Горького Доктор филологических наук Критик, писательница, мемуарист, общественный деятель Выдающийся исследователь литературы 20 века Автор первой научной биографии Михаила Булгакова Основная сфера интересов русская литература советского периода Стилевые тенденции, текстология Первой опубликовала черновые рукописи романа «Мастер и Маргарита» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Садитесь, пожалуйста АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас несколько слов о том Как он выглядел Тогда, не будучи, конечно, напечатанным А только писавшимся Он начал в 1928 году Работать над ним И вот кажется, что Иностранец что-то было совершенно необыкновенное Вот придуманное им Как бы иностранец Это в 20-е годы это не было Такой редкостью Я бы скорее сказала Что его воланд вырос Из нескольких Не то, что он у кого-то, что называется, списывал Но контекст был такой Что люди Литература искала Нового героя Все старые герои отменились Все, кто были Дворяне, купцы Все, кто наполняли рассказы Чехова Куприна и так далее Офицеры Все они исчезли из литературы Надо было искать каких-то новых героев И, между прочим, одним из таких героев Стал иностранец И вот когда читаешь кое-что Из той литературы Иногда прям можно Удивиться Сходству Булгаков Все читал в 20-е годы В начале 20-х годов Во всяком случае Года до 23-го Почему? Потому что представьте себе Что он задумал С его университетским мышлением Очень таким Хорошим Вообще был очень умный человек Писатель Это не всегда так бывает У писателя Писатель может быть очень Ярким писателем Прекрасно описывающим предметы И владеющим фабулой И вообще много всего Но Неяркого ума Булгаков Вот это сочетание Когда особенно нашли Его первое произведение Его очерк Ноября 19-го года Публицистический очерк Где он предвидел Наше время Я была потрясена Его зрелостью Умом Так вот Он задумал Тогда Составить словарь Всех Русских Современных писателей Независимо от того Живут ли они в России Или за границей Это была конечно Обреченная на неудачу Ему быстро дали понять Что этим не надо заниматься И он это прикончил Но он успел Заслать объявления Чтобы ему присылали В несколько журналов И здесь И за рубежом В 1922 году Это еще было возможно Вообще Имейте ввиду Что люди уезжали Они не считали Себя еще иммигрантами Они считали Что они на время уехали Как раньше В Россию прежнее Можно было на время уехать Куда угодно Вот Иммиграция Они обнаружили Что они иммигранты И никогда не вернутся в Россию В середине 20-х годов 25-26-м году Вот Так вот Представьте себе Был такой писатель Вадис Савич И у него есть Рассказ В 1922 году Напечатанный Почему я говорю Булгаков Все читал Раз ему надо было Собирать эти материалы Он читал Все выходящее Поэтому это ему тоже Попалось на глаза И Иностранец Из 17-го номера Рассказ Напечатанный В сборнике 23-го года Вот я прочну Маленький кусочек Человек Ну Командировочный Видит Что в соседнем Номере Поселился Иностранец Он хорошо говорил По-русски Только странно Акцентировал На другой день Ветра не было Весь день Человеческое дыхание Оставалось около рта Жаром Обдавая лицо Проходя городским садом Около самого дома Фомин присел На скамейку Потому что От мутных дневных кругов О слеплявших И плывших глазах От знойного звона Молоточков Об виски Закружилась голова И когда На ярко блестевшую Каждой песчинкой Дорожку Выплыл Джеймс Бест Иностранец Он показался Фомину Только фантастической Фигурой Приближающимся Растекающимся Знойном Ослепительном круге Что-то непомерно Фантастическое Осталось и тогда Когда Бест подошел Так нелепы были Смятые Но чистые Белые брюки Неровные Как будто Слишком высоко Подтянутые Изношенные Но также Ослепительно белые Туфли Старенький Синий пиджак И кепка Которую англичане Носят на пароходах Проходя мимо Фомина Он вежливо Снял кепку Добрый день Внезапно Качающиеся Сумерки Влились Сине-черными Клубами Зальный сад Растеклись По земле Налипли к салам Деревьев Закат Быстро Тушил Луч за лучом Потемнело совсем Понимаете Вот Какой-то Блик Возможно Остался В сознании У Булгакова Когда он прочитал И как-то Подействовал На построение Сцены Короче говоря Писатель Никогда не живет В пустоте Я сама Профессор Литературного института Я говорю студентам Кому кажется Что они прям сидят Списывают Пишут свою прозу Списывают С улицы Нет Всегда есть призма Чувствуют они ее Или нет Каждый выбирает Какую-то литературную призму Только У одних Она хуже У других лучше Вся разница Тому, кто кажется Что он ни от кого Не зависит Он может быть Зависит от самых Средних Литераторов Вот и все Вот Поэтому Вот этот Такской антураж Но мы-то знаем Насколько поднялся Над всем этим булгар Это другой вопрос Но материал Вокруг Не только жизненный Но и литературный Вот в чем дело Вот Начал он писать И В 28-29 В 29-м Наступил совершенно Кризисный момент Когда Сняты все пьесы Он написал Одно заявление Правительству Ничего Никакого Эффекта С февраля 29-го года Он уже был тесно Связан С Еленой Сергеевной Шиловской Тогда у них Шел тайный роман И весной В конце марта Она стала печатать Ему письмо 30-го года Письмо правительству Принесла машинку На Большую Пироговскую Где он жил И стала печатать Письмо правительству Где он Где он Говорил о том Что Просит Если он не нужен Здесь он просит Выпустить его За границу И я Еще до этого До этих рассказов И разговоров Когда Я рассматривала Архив Уже пришедший к нам Я увидела Странную тетрадь Вот здесь ее Вот Вот это разворот Тетради А все Листы вырваны Оставлена Треть Примерно Половина Где половина Где треть Много листов Вот так У корешка Вы видите Я пришла к ней Спрашиваю А что это такое За тетрадь А это Ранее редакции Мастера Маргариты Тогда еще он так не назывался А почему В таком странном виде Она говорит Ну я вам расскажу И вот собственно говоря История Эта Только Запечатлена Вот в этом Ее рассказе Мне Единственный источник Другого нет у нас Она говорит Я диктовала Он диктовал мне Письмо правительству Я писала Когда он дошел до места Я сам С собственными руками Бросил в печку Роман о дьяволе Начало романа О театре И пьесу Он остановил Диктовку И сказал Ну раз это написано Это должно быть сделано И на моих глазах Стал рвать Тетрадь Две тетради И бросать Пучки бумаги Топилась печка Голландская Прямо в печку бросать Тогда я спросила его А почему ты тогда Не уничтожаешь целиком Он сказал Если я уничтожу целиком Никто не поверит Что роман был На этом наш разговор Закончился И она говорит Он был в полном отчаянии Писать он больше не предполагал Он сказал Если мне никто не ответит На это письмо Я покончу с собой Показывал пистолет Будто бы потом После звонка Сталина Сталина Он бросил этот пистолет В пруд Около Новодевичьего монастыря При ней Вот И Потом В 70-м Это был разговор В 69-м году осенью В 70-м году А в августе Скончалась Сталина Сергеевна А я уже Вовсю занималась Обработкой И когда я дошла До этой тетради Это уже совсем Другая мера ответственности Когда я должна Своей рукой Обложки пишутся От руки Вот эти обложки Так называем Куда заключается рукопись Я должна была Своей рукой написать В квадратных скобках Мастер Маргарита Ниже Первая редакция Романа И даты Я стала Внимательнее Рассматривать Эти обрывки Час Второй Третий Четвертый Стало А как рассматривать Примерно Дописывать Что там могло быть И Через Часа четыре Я поняла Что я занимаюсь Чем я занимаюсь Я Занимаюсь Реконструкцией Сожженной редакции Я не собиралась Этим заниматься Получился Процесс Я поняла Что это возможно И вот Этому способствовало Кое-что Во-первых Само изучение Художественной манеры В том времени Очень много Мною уже Сильно проведено Активно Мною проведено Я бы сказала Это изучение А в те рукописи Собственно Пересчитала Привело меня К мысли Я не так давно Это С большой работой Зафиксировала Что В арсенале Его Лечевых средств Большое место Занимают Излюбленные слова И обороты речи Целые Как я их потом Назвала Сюжетно-происновательные блоки Иногда Это одно слово Там Или иногда Два слова Дергая ртом Иногда Это целая Маленькая сценка Но Вот этот Разнообразный Необыкновенный Мир Булгакова Он состоит Из готовых Кирпичиков Только по-разному Тасуем их Ну собственно говоря У нас Мы знаем Тоже не так много Букв Но из них Война и мир Написано Да Так что Это все возможно Вот И при описании Близких ситуаций У него Неизменно Привлекаются Повторяющиеся Слова Сходные выражения То есть Можно говорить Довольно Большой Предсказуемость Отдельных Фрагментов Текста Повторяю При огромном Разнообразии Это одно Другому Не мешает Затем Сами Особенности Рукописи Булгакова Способствовали Моей работе Сравнительно Малое количество Текста На строке Из-за Довольно Крупного Почерка Непременных Полей Полного Отсутствия Загибания Строчки Вниз Вписываний Он терпеть Не мог Вписывать Если Очень много Было Надо Плавить Он Начинал Вообще Снова У него Поэтому Его Работа Его Рукописи Выглядят Как Чистовики Нередко Поэтому Моя работа Сводилась Нередко Я Установила Сколько Букв Должно Уместиться И дальше От этого Играла И читая Пробелы И сводилась К дописыванию Начатого Слова Или Слова Перенесенного На другую Строку Иногда Это было Написано Наверняка Например Берлиоза Звали В ранней Редакции Быстро Выяснила Владимир Миронович Берлиоз Значит Если Сказал Владимир Дальше Пишу Миронович У меня Уже Остался Поменьше Кусочек Ну и Дальше Поехало И Значит И угадывание Не более Как Одного Двух Полностью Неизвестных Слов Расположенных Между Известными И полуизвестными Часть Их Опять Поддавалась Связей И так далее Ну например Там Ясно Шесть Тире То дальше Будет Или Сказал Или Ответил Если Это Реплика Ну и Так далее Короче говоря Но нельзя Было Восстанавливать Невозможно Было Больше Четырех Страниц В день Даже Если Я могла Отвлечься От других Работ Потому что Терялось Внимание Притуплялось Надо было Обязательно Значит Тут уже Бросать Делалось Делать То есть Короче говоря Я должна была Держать в уме Весь частотный Словарь Булгакова Несуществующий Просто в голове Моей содержащейся Вот И в результате Два года Этим занималась Я восстановила 15 глав 300 страниц К чему это привело Это очень полезная Оказалась вещь Потому что Естественно Эта работа Не годится Для изучения Языка Булгакова Поскольку Часть слов Моих Как говорится А какие Неизвестно Но она годится Для того Чтобы узнать Извините О чем были романы Какие были герои И теперь я смогла Твердо Ясно написать Причем сначала Я написала С осторожностью А через год Вот в этом обзоре Архива Про который Я вам говорила В 1976 году Который с диким скрипом Шел в печать По нему было Целое постановление Так называемого Госли Как же он у нас Назывался Господи Забыла сама Как назывался Госком Госком Издат Да Это главное Было управление По печати Было постановление Что считать Идеологически Порочной Или идеологически Неполноценной Рукопись Ну ничего Потом значит Вот в результате Неских лет борьбы Она вышла В том неполноценном Идеологическом виде А вот Значит Собственно говоря Я написала там Что в ранее В тех 15 главах Которые до нас дошли В обрывках Нет ни мастера Ни маргариты Я написала Осторожно Как положено Источниковеду Но через год Поняла Что я переосторожничала Потому что Не только в 15 главах А мне стало абсолютно Ясно Что их не было В замысле Почему Потому что Там был герой Никому неизвестный До этого Так сказать Мною Из пепла Восстановленный Феся Мумичительное имя Выпускник Историк Кафеологического факультета Московского университета Тогда же Специалист По средневековью Медиевист И по демонологии И мне стало ясно Что ему предназначалось Что это были полюса Берлиоз Как по Пушкину Говорят Ложная мудрость И подлинное образование И ему была предназначена Встреча с Воландом Несомненно Иначе зачем бы он его вводил Потому что Воланд был на месте Только Вот Ярошелоимская глава Была одна Совершенно не выделена В особый роман Так сказать О Пилате Перебиваемый репликами Воланда Вот что Вот я вам еще Сейчас расскажу Типа такого Что называется Вот Но я поняла Что И сейчас Вы мне поверите Я думаю Вы со мной согласились Согласитесь точнее Я поняла Что его там Мастера не было Ему не было места На его месте Был Феся Потому что Мастер потом встречается С Воландом Как знаете Значит Две встречи Тут не нужны были Эти противопоставления Берлиозу А тогда Помните Как он говорит Ну как Берлиоз Ведь Ну он же вроде Что-то читал Почему он не узнал Что это сатана Помните Мастер Ивановский говорит А почему Самое главное Композиционно Мастер Появляется В романе Ровно На том Композиционном месте На котором Была глава Офесси То есть Как из ячейки Вынул Одно Кубик И вставил Другой А глава Назвала Что такое Эрудиция Я это восстановила Чуть не по трем Буквам Но уверена Довольна 99% Что такое Эрудиция То есть Подлинная Эрудиция Вот Теперь Откуда же Взялись Мастер Маргарита Вот От двух Огромных Важностей Для него Биографических Событий Это Звонок Сталина И после этого Письма Через две недели Там с лишним На 18 апреля А главное Ответ Булгакова За который Он себя Очень казнил Он В общем-то Он потом написал Через два года Попову В жизни Я совершил Пять роковых ошибок За две из них Я себя не виню Они были Следствием Налетевшей Как обморок Робости А дальше Так Объяснение Есть А оправдания Нет Сталин Позвонил К нему Он в это время Спал Его разбудила Любовь Евгеньевна Как рассказали Мне два человека Разных Он выругался По телефону Считая Что его разыгрывает Олеша Опять Он любил Розыгрыш Бросил трубку Звонок Розовался Снова Ему сказали Не бросайте трубку С вами будет Говорить Товарищ Сталин Вот теперь Представьте В каком состоянии Если он там Нехорошими словами Выругался В каком состоянии Начинает разговор А тот Очень умно Я бы сказала Начал разговор Одной фразой В которой Вторая часть фразы Несла в себе Угрозу Что Мы Ваше Ваше письмо Читали Вы по нему Ответ будете И дальше так Что может быть Правда Отпустить вас За границу Что Очень Мы вам Надоели В одной фразе Без пробела Что называется Вот теперь Попробуй Отвечать Уже Идет уже Там Шахтинское дело Уже прошло Процесс Уже в общем 30-й год Это уже Не Не 25-й год Вот так Ответь Да Отпустите Подразумевается Надоели И он стал Что-то говорить Что осталось Дневнике Елены Сергеевны Через 25 лет Записанное Довольно Гладкой Репликой В которую Я считаю Не отражает Того что было сказано Она сама специально пишет В скобках Что он был очень Очень Не ожидал этого вопроса Он был очень взволнован Она дает понять Что реплика Не следует А реплика такая гладкая Да Я очень много думал Последнее время Я думаю Что русский писатель Не может жить без Родины Это слишком гладкая фраза Чтобы он ее мог Сказать Тогда Но он отказался уехать И вот дальше Он понял К концу года Что он в ловушке Не сразу А к концу года Что он заключил договор Что называется С нечистой силой Так появляться Стал мастер Так идея От первого лица Сначала от первого лица Назывался он поэт Сначала Имя Ну как Белинский О Гоголе Писал Когда статью Потрясающую Назвав его Лучшим писателем В России Он поэтом его называет Булгаков все это Наизусть знал И поэт Ему казалось Очень даже хорошо А вот И второе В тридцать первом году В феврале Так сказать Раскрыл Шиловских роман И они вынуждены были Расстаться И думали Что навсегда А он очень просто Принузил ее расстаться Он сказал Говорит Детей не отдам Пожалуйста Уходи Детей не отдам Все И как 95% женщин Наверное решили бы Так как она Она решила остаться Вот И он запресил Ей встречаться Говорить Подходить даже к телефону И Булгаков был В соответствующем состоянии Весь тридцать первый год И вот тридцать первый год Он возвращается К Роману Вот И наброски делает Там появляется Вот от первого лица Человек И Маргарита Появляется одной фразой Одной ремаркой Но необычайно Передающей Будущий Облик героине И вы со мной Я думаю Согласитесь Маргарита Заговорила Страстно Все Одна фраза Но героиня уже Обрисована Вот Он стал писать А затем Когда они встретились Набровский Он писать не мог Он себя плохо чувствовал Очень От всего этого Хотел встретиться Со Стальным Договорить Что не договорил И я считаю Что от этого Потом Он передал Невозможность Встретиться А Стальным Обещал Надо бы нам Встретиться Поговорить Он любил Так людей Так и Пастерновику Сказал Любил людей Так Брать Брать на крючок Это был Необычайно Коварный В этом Коварстве Своем Очень профессиональный Человек Вот И вот он Все мечтал Встретиться Мечтал Встретиться Я считаю Эту свою Тоску По встрече Такому Разговору Полному Он Передал Пилату Это ты Будешь Мечтать Встретиться Со мной Как Пилат Мечтает Встретиться Схешева Вот Там Это Острая Тоска Передана Как бы Переадрисована Вот И Вот эти Наброски Наброски Не переходили В связное Повествование До тех пор Пока Он не встретился С Еленой Сергеевной Летом 32-го Года Они в минуту Поняли Что по-прежнему Любят друг друга Она сказала Мне Елена Сергеевна Рассказывала Она сказала Мне Свидетелей Других не было Я всегда Забавляюсь Целые уже Повести написаны На этих рассказах Вот И вот Дальше Продолжим Дело Он конечно Бросал Время от времени Потом начинал Снова Потому что То пьесы То попытки Поставить Их А самое главное В 32-м году Как он начал Снова его Подряд писать И с 32-го До 36-го Он написал Первую Такую Ну черновую Редакцию Закончил В 36-м Ну наброском Последней главы Но она мне Рассказывала Говорит Мы в отель Приехали Поселились там В гостинице В Ленинграде Потому что нам Доделывали квартиру Он говорит Я решил вернуться К Роману Как же ты вернешься Ведь черновики Твои в Москве Он ответил Я все помню Стал писать Дело в том Дело в том Что вот это уничтожение Оно несколько Было символическим Он конечно Шел Как я написала В одной своей работе Он танцевал От печки Гоголя Бросая в печку Роман Для него Был важен Этот символический поступок Потому что В его голове Было такое устройство Что он мог Дословно Практически Воспроизвести Свой текст Уже написанный Он у него Весь складывался В голове Его рукописи Показывает Что он еле успевал Записывать Другие мучаются Так сказать Муки слова Кусают перо Вот А он еле успевал Записывать Складывающиеся В голове Так он был устроен Его мозг Вот Значит И вот И он начал писать С 1932 до 1006 год Потом я повторяю Отвлекался На самые разные вещи И Только в 1007 году Когда снова Все было снято Когда Мольер На котором Возлагал Огромные надежды Кабала Святош Был Снят После девяти Представлений Ему все время Говорили Что что-то Надо Делать Что-то Надо Надо писать Письмо Может быть Правительству Сталину Она пишет В дневнике Елена Сергеевна Надо писать Письмо Но это страшно То есть Привлекать К себе Внимание Было страшно Тогда он Решил Написать Она сказала Решил Закончить Роман Дописать Роман И подать Подать Это значит Передать Сталину Другого Сталину Тогда как говорится Нечем было заниматься Литературой только Вот Он все читал Что называется Это конечно По своему Интересно Так вот Дело в том Что Что произошло Вообще С романом Что мы в нем Видим Он стал писать Роман В момент Письма Правительству Роман Написан Так Меня не раз Спрашивали Вот в Америке Когда преподавал Студент А он думал Написать А он думал Напечатать Я говорю Пока писал Вот последние Эти годы 37-38 То думал То надеялся То не надеялся По другому Быть не может То надеялся То полностью Терял надежду А если не надеялся Спросили меня Американские студенты В Стэнфорде Зачем же он Тогда писал Когда я встала В позу А до этого Мне все это было Так неудобно было Рассказывать Читая им курс Все рассказывать Про наши гадости Надо же было Какие-то реальные Рассказывать Как наша жизнь была Вот то что я вам Рассказываю Про цензуру Для них Это вообще все И тогда я встала В позу И сказала А вот так Такие наши писатели А если вы наши писатели Не писали В этой ситуации То вам бы Господа изучать Сегодня было нечего Словисты сидели Передо мной Так что здесь был Час моего торжества Вот И Вот это Совершенно Я считаю так Что он Новый замысел Вложил Чтобы не пропадало Добро В каркас старого Потому что Это был новый замысел До этого у него Две линии В творчестве Шли параллельно Одна линия Автобиографическая Недаром Эти произведения Все называются Начинаются Со слова записки Записки юного врача Определенный период жизни Записки на манжетах Заметьте Следующий период жизни Довольно близкий К биографии Как потом Я-то все думала Что это у него прием Я как ученица формалистов Думала Что это прием у него А потом Когда узнала Лучше изучила Ну не изучила его биографию А ее можно сказать Восстанавливала Из разговоров Там с современниками И прочее Из ничего То поняла Что очень близко К биографии И наконец Записки покойника Следующий этап С мхатом отношения Это одна линия Вторая линия Была совершенно другая Это была линия Гротескного изображения Современности Без всякого участия Автобиографического момента Эта линия Без гротеска Как вы видите Она ну так Говоря Такими Скучными словами В реалистическом Таком духе Хотя я это слово Не признаю Вот Но она такая Вот Без гротеска Без фантастики А здесь фантастика Отчасти в Диориаде Но больше всего Вот именно эти Три вещи Роковые яйца Собачье сердце И ранняя редакция Теперь вот Восстановленная Мастер Маргариты Там А почему Это А потому что Таковы были Законы его поэтики Что он О современности Не мог писать С позиции Маленького человека Почти целый век Так сказать Описываемого Русской литературой У него В натуре Была победительность Он не мог Описывать так Как это было На самом деле Когда интеллигент Был в страшно уязвимом положении Он себя чувствовал Под пятой Вот Но изображать это Он не мог Вот знаете Что такое поэтика Она Можно сказать Аналогия ее Аналогия Вообще поэтики Есть Художественного мира Особенности Есть даже в жизни Два человека Ваших знакомых Видят Один и тот же эпизод Один рассказывает Его довольно так Печально все выглядит Другой рассказывает Мы смеемся Почему непонятно Он не может по другому Рассказать Он видит в нем Юмористические оттенки Вот так Он не мог Описать Согнувшись Вот это Ему нужен был Там человек Не человек А существо Потом Сначала человек Потом существо Который как бы Над этим господствует В Персиков Только начало этого Затем Преображенский Он уже Не только может Собаке человека Сделать Псевдочеловека Но и обратно Может Если она Непомерную для себя Социальную роль Хочет выбрать То и обратно Вернуть собачье Состояние Мы сейчас Не будем В этические тонкие Сходить Я говорю Саму суть И наконец Воланд Который Это для него Было Вот он уже Достиг Взял Самую высшую точку Который уже Что хочет Делает И вот теперь Конечно Встает все Тот же вопрос Который Сегодня почему-то Все Все острее Острее Встает И пишут работы Серьезные люди О том Как Что Он там Бесовщина И нету Никакой этики И глумится Над христианством Я никаким образом Не могу с этим Во-первых Согласиться Мало кто знает Что он Прошел Несколько В своей жизни Этапов Да Пойдя на медицинский факультет Он отошел От религии Очень сильно Это тогда было Повально Значит В 900-е годы 900-е 910-е Особенно медики Почему? Дарвинизм Был еще Молодой наукой Он еще только Попал в преподавание Сравнительно Недолго И тогда Казалось Что это Несовместимо Сейчас это Даже довольно Наивно Если Значит Тут Просто ясно Что две разные Системы Мышления Две разные Системы Координат И также Еще Считалось Что вот В анатомическом Театре Вроде Пластают Трупы Извините Где же Душа Ее не видно Раз То значит И нет Наивный Примитивный Несколько Взгляд Потом Сколько угодно Было Людей Естествоиспытателей Естественников Которые Вполне были Верующими Не видели А это вот было Булгаков Тогда отошел Потом Белая гвардия Совершенно Почти уверенно Так бы я сказала В нашем гуманитарном деле Никогда нельзя Сто процентов Сказать Ну на 95% Что это человек Уже Который ищет Отгадку Происходящего В апокалипсисе В общем Он ищет В священном писании Отгадку Происходящего И моление Елены Молитва Елены Она как-то Не оставляет сомнений В очень серьезном Отношении Автора Ко всему этому И вот Наконец Просто я Когда-то Можно сказать Открыла Потом это уже Конечно В своей лекции Одной публичной Это обнародовала Давно уже Пишет Один из друзей Булгакова Пишет Лене Сергеевне После его смерти В Калуге Я выполнил Мишину волю Здесь ее выполнить Было Еще лучше И достойнее Чем в Москве Нет никаких Сомнений Что он Отслужил Панихиду По нем По его просьбе А Булгаков Был не из тех Кто просто так На всякий случай Заказал бы по себе Посмертно Панихиду Так что это все Гораздо серьезнее Во-первых Но Дело не в том А в том Что Во всем этом Видно Непонимание Не побоюсь этого слова Такой Самой сути Литературы Которая Находится В другом Отсеке Нашей жизни Чем церковь Чем проповедь Чем проповедничество Чем вообще Религиозная этика И об этом Давным-давно Для меня Это было Открытие полное В свое время Лучше всех Сказала Марина Цветаева Она посвятила Этому большую работу Искусство При свете совести Она думала над этим Переживала Как говорится Правильно ли Все Вот Она пишет Вот Гете Чему учит Например Чему учит искусство Добру Нет Уму-разуму Нет Оно даже себе Самому научить не может Ибо оно дано Нет вещи Которые бы оно не учило Как нет вещи Ей прямо обратной Которые бы оно не учило Как нет вещи Которые бы Одной только и учило Один прочел Вертера И стреляется Другой прочел Вертера И потому что Вертер стреляется Решил жить Один поступил как Вертер Другой как Гете Урок самоустребления Урок самообороны И то и другое Гете по какому-то закону Данного часа его жизни Нужно было застрелить Вертера Самоубийственному демону поколения Нужно было воплотиться Рукой именно Геты Дважды роковая необходимость Виновен ли Геты Во всех последующих смертях Он на глубокой прекрасной Старости своих лет Сам ответил Нет Иначе мы и слова Сказать не смели Ибо кто может учесть Действие данного слова Написал ли бы Геты После всего происшедшего Второго Вертера Если вопреки вероятию Ему бы еще раз Так же До зарезу понадобилось И был ли бы подсуден тогда Написал бы Гете Зная Тысячу раз бы написал Если бы понадобилось И сама И в конце она пишет Быть человеком Важнее Потому что нужнее Чем быть поэтом Врач и священник Нужнее поэта Потому что они у смертного адра А не мы Врач и священник Человечески важнее Все остальные Общественно важнее Важна ли сама общественность Другой вопрос На него вправе буду ответить Только с острова То есть где Давний вопрос Писал ли бы человек Если бы оказался На необитаемом острове За исключением дармоедов Во всех их разновидностях Разновидностях Все важнее нас И зная это В полном разуме И твердой памяти Расписавшись в этом В не менее полном И не менее твердой Утверждаю Что ни на какое другое дело Своего не променяла бы Зная большее Творю меньшее Посему мне прощения нет Только с таких как я На страшном суде Совести и спросится Точка Но если есть Страшный суд Слово На нем я чиста Для меня когда-то В студенческие годы Это как-то бы Все поставило на место Поэтому когда я вижу Как на статьи Требующие Чтобы больше Умный Профессор пишет Чтобы больше не читали Булгакова Многие отвечают Да, да Как я жалею Что я Бесовщину эту читала Дочке своей Теперь не дам Все это очень печально Потому что Искусство Делает то Что не делает Никто другой И Булгаков Будет Мастер Маргарита Такие вопросы В голове Он ставит нас Перед выбором Между добром и злом Как говорят Богословы Которым я Никак не принадлежу Что Если бы Бог хотел Он бы конечно Уничтожил зло Но он хотел Чтобы мы совершали выбор Между добром и злом Вернемся к Воланду Почему Воланд Такое место большое Я знаете Отвечаю Давно это поняла Отвечаю одной фразой Булгаков хотел показать Что дьявол уже здесь Потому что Иными словами Иной мысли О второй половине 30-х годов Когда как Дракон Выхватывали Из постели Каждую ночь Любого человека Безо всякой вины 17-летнюю девочку Иностранок Каких-то Которые вообще Попадают туда Сейчас очень много Мемуаров потрясающих Об этом Попадают туда Они вообще не могли понять Куда, что Откуда Чего такое с ними Произошло Ни в чем не повинных И прочее Это же Было как Заколдованное царство Совершенно И собственно Булгаков Вот дав такую Огромную Роль Воланду Просто показывает Да Как Как в знамении Теории Сатана Там правит бал Он уже здесь А второе Вы скажете А почему же он там Почему же такой эпиграф Изгнет И отчасть той силы Что вечно Вечно Хочет зла И вечно совершает благо Вот это Фантастический мир Второй половины Тридцатых годов Когда Трое умнейших И талантливейших Людей Булгаков Те которых Про которых я По крайней мере Знаю точно Булгаков Пастернак Мандельштам Оказались Заворожены Примон В смысле Слово Заворожены Сталином Следили Понимали Ужас его поступков Таких вот Большой террорист А в то же время Искали Что вот он Может сделать и добро А он делал Специально это Ахматова написала В тридцать пятом году Письмо ему Она пришла Приехала из Петербурга И письмо это писала Советуюсь с двумя людьми С Булгаком и Пастернаком И именно Булгаков Елена Сергеевна Мне рассказывала Когда Елена Сергеевна Напечатала ей его на машинке Чтобы отпустили Пунина и сына Которых только что арестовали Булгаков сказал Нет Вы поэт Вы должны написать Своей рукой И она Переписала Своей рукой И отправилась в Сталину И на второй Или на третий день Их Пришла от них Телеграмма Что они дома Вот это вещи Специально Понимаете В это время Миллионы умирали На Колыме Сейчас об этом Замечательно вышли Тритома Колымчанина Писателя Равного Шаламову Неизвестного до сих пор Георгия Демидова Что там творилось Как людям Даже не давали Одежду зимнюю Потому что Одежда зимняя Стоила дороже Чем человек Через два месяца Он умрет Следующих пригонит То есть Это была Неописываемая Простыми средствами Реальность И в то же время Вот вклинивалось Вот это Вот Булгаков Видел Что он его Значит Оставляет Жить Так сказать На свободе Дал ему возможность Работать в МХАТе Когда он ему письма Написал Вот этот Причудливый мир Вот наверное Это связано Хотя у меня есть Очень определенные На очень серьезных вещах Основанные предположения Почему Булгаков И она несколько раз Это подчеркивает В романе Это подчеркивается И почему Так подчеркивается Что она Знается с нечистой силой Ради него Мастера И сама Само творчество Булгакова Сам роман этот Заставляет думать Что Есть этажи В биографии Его и Елены Сергеевны Которые не познаны Нами Может быть и не будут познаны Но во всяком случае Этот роман Писался В трагическую эпоху Он дописывался Он менялся Менялся Во второй планете 30-х годов В глубоко Трагическую эпоху Нами не познаны До конца Потому что Это очень трудно понять Чтобы можно было На глазах У всего Огромного Многомиллионного народа Убивать Отцов Братьев Детей И все так вот Жили в этом Вот И второе Что В той странной Конфигурации Которую мы видим Героев Главнейших Когда женщина Вовсю Знается С нечистой силой По неволе Немало не желая этого Но ради спасения Мастера Вот Когда доказывают К сожалению Вот Диакон Антон Андрей Кураев Говорил Что Это не любовь Он пишет в своей книге Нет Это нельзя назвать любовью Я Говорила Нет Церковь говорит О любви семейной Пожалуйста Это ее дело И прочее Но есть вещи Которые наверное Должны быть Где-то отдельно И мы Вот Находясь не в церкви А просто В светском пространстве Мы Все-таки И там и там Должны находиться Уметь А мы Когда слышим Читаем реплику Почти слышим ее Что вы Ваше желание Я хочу Чтоб сейчас же Сию минуту Мне вернули Мастера Моего любовника Мастера Мы верим Что она Любит его И никто нас Не разубедит Что от того Что она ведьма Она ведьма Она стала ведьмой Сама она ведь Но она любит Мастера И вот за всем этим Повторяюсь Произведение Очень сложное Но очень Будущее в нас Не только мысли Но и Самые сильные Добрые чувства Я в этом Глубоко убеждена А теперь Если кто захочет Вопросы Меня зовут Чернова Зо Я хотела бы Вам Задать вопрос По поводу Первой редакции Романа Как вы считаете Была бы она Такой же успешной Как Мастера Маргарита И первая редакция Романа Имела бы Такой успех И значение Для нашей литературы И не только Как Вот например Мастера Маргарита И Была бы она Напечатана При жизни автора Да На этот вопрос Ответить очень трудно Была ли бы она Напечатана Потому что До примерно Тридцать первого года По моим Определениям Довольно много Ряд вещей Был напечатан Которые потом Странно было бы Себе представить У того же Авадия Савича Которая вам назвала В двадцать восьмом году Был опубликован Роман Воображаемый собеседник Очень необычный Тоже на том фоне Это Гадание Может быть И был бы Мало того Булгакович даже Надеялся Что Прочтет Сталин Этот роман Он там Ничего В прямую Не говорил Прочитает Советская власть В прямую Вот А вдруг И напечатает Потому что Например Собачье сердце Его Пытался Напечатать В течение Двадцать пятого Двадцать шестого Годов До лета Человек Николай Семенович Ангарский Клёстов Глава Недр Который был Абсолютно Убежденным Большевиком Который Ленин Напечатал В девятьсот седьмом Году В лондоне В вольной печати Который в ссылке Так сказать Царской был Он был уверен Что это полезно Поэтому Могло Как Говоря Если Опираться на этот роман То остается сказать Чем черт не шутит Абсолютно Абсолютно Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому